Молодняк Последние два года у нас активная галштинизация То есть изначально на ферме были сементалы 2009 года Потом какое-то время пробовали содержать две породы Это галштин и сементалов Ну а уже в конце 2017 года было принято решение полностью уходить от сементалов И переходить исключительно на галштин Почему? Ну это очевидно, потому что это самая молочная порода, которая только есть Вот это абсолютные лидеры в молочном животноводстве Поголовье дойного стада, оно на одном уровне у вас на протяжении длительного периода? Или вы его наращиваете? Или вот пока идет замена сементалов на галштинов, вы держите на одном уровне? Плюс-минус держимся на одном уровне Ну во-первых это связано с заменой сементалов То есть нам же как-то это надо все равно делать так, чтобы не терять в валовом надое И соответственно сохранять поголовье Поэтому мы сейчас не можем взять там их разово там группой в 100 голов И распрощаться с ними Для этого надо опять-таки взять и завести нителей Вот, чего мы делать не хотим Поэтому мы постепенно меняем их на своих собственных Но даже если бы у нас, например, была бы сейчас возможность увеличить поголовье в разы Она сдерживает вместимость корпусов То есть если увеличивать, то надо тогда строить дополнительные корпуса Но строительство дополнительных корпусов влечет за собой еще массу вопросов Даильный зал, родилка, корпуса для содержания телок Которые потом надо осеменять Ну то есть это целый шлейф Ну да Вот, честно сказать мы об этом думали Вот, но пока, пока просто думаем А вот Марина Владимировна, можете сравнить затраты на замену стада Вот таким способом, как у вас С покупкой нителей галстинов Если бы вы покупали галстинов И вот тот вот метод, который вы избрали Ну, однозначно это, конечно, более экономически выгодно Конечно, это какая-то протяженность во времени Вот, но даже с учетом этого Гораздо правильнее наладить воспроизводство Вопрос в другом, что это сложнее, чем просто поехать и купить нителей Это бесспорно Поэтому я думаю, что для многих приоритет Вот мы поедем и купим Ну, каждый же выбирает для себя Возможность То есть, вот, показатель Насколько это дешевле, мы не сможем, да, установить Ну, я могу сказать, за какие деньги мы, например, в 2018 году их купили Но с чем это сейчас сравнить Затраты на нителей, которые мы там понесли, например, конкретно на эту группу Ну, если честно, сейчас вычленить это из всей структуры затрат Ну, я сейчас могу что-то сказать, но не факт, что мы угадаем Вот, но однозначно это дешевле А сколько вы времени отводите на перевод стада Вот таким образом в галустинизации? Когда у вас будут полноценные галустины? Ну, на это уйдет столько, сколько уйдет Но по нашим подсчетам, я думаю, еще где-то года полтора-два Но на сегодняшний день у нас в стаде порядка 30% сементалов 30% сементалов Да Но вы от них избавляетесь, от чистых сементалов? А уже помеси? Ну, помеси, конечно, да, они у нас идут и в осеменение То есть с ними мы работаем, другого пути нет То есть мы не можем перескочить эту ступеньку А потом уже, естественно, их дочки, они будут уже, ну, можно сказать, чистыми галштинами А в общей сложности, вот с начала процесса галустинизации и до завершения Скажем так, мы начали этот процесс в январе 2018 года Ага, 18-е, 19-е, 20-е И еще, я думаю, 21-е точно, да Ага, ага, ага Ну, 4 года Да, в среднем 4 года, чтобы полностью вот таким путем обменить по голове Ну, то есть у нас-то и до этого были чистые галштинки А это не так, что мы совсем начали с нуля Вот 600 голов сементалов, у нас и галштины были Вот, но чтобы теперь полностью вот избавиться от сементалов, то, да, я думаю, еще года-полтора точно Ага, а скажите, как вот галштины самые продуктивные по молоку животные Вот насколько уже к сегодняшнему моменту вы почувствовали прибавку по молоку Вот стадо у вас сохраняется дойное таким же, как и было, а на дое? Воловка растет Вот, если, например, мы, сейчас даже вам скажу точно В семнадцатом, а давайте с шестнадцатого начнем У нас годовая была Воловка 4,800 Ну, я сейчас без хвостов округляю, да? Да, 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 конечно В семнадцатом 4,680 Там был как провал В восемнадцатом 6,5 А в девятнадцатом 7,227 И за первые девять месяцев двадцатого года у нас общая Воловка составила 5,800 Ага Ну, то есть, как бы, заметно 7,227 тонн, да? Тысяч тонн, да, да, да Ну, то есть, 7 миллионов, там, 227 литров молока А водой от коровы тоже растет, естественно Однозначно, да Вот давайте так Я начала Вы имеете на фуражную? Да А, ну, вот за девятнадцатый год было на фуражную голову 10,300 10,300 Да Ага, очень прилично Да В восемнадцатом, по-моему, что-то около, то ли восьми Но я точно могу сказать эти цифры, если они нужны Ага Ну, в разы меньше, скажем так Серьезно Да 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 Да, прирост И это происходит на фоне сохранения основных качественных показателей Молока, я имею в виду Жир 4, белок 3,25 Эти показатели мы держим Ага 3,25 Хотя я допускаю, что когда у нас совершенно не останется сементалов, жир у нас немножечко упадет Ага Но это не самое страшное, что может случиться Но вообще сементал у них повыше жирность, да? Говорят, что генетически это так Я не селекционер, не зоотехник, ничего не могу сказать по этому поводу Но пока что, при том, что сементалов в стаде от общего количества процентов 30, жир мы держим Ага Галштины более нежные животные, как вы Они требуют больше внимания и больше, может быть, даже и затрат на сохранение их здоровья Я не знаю, по кормлению они более капризные по сравнению с сементалами Ну, многие говорят, но думаю, вряд ли Ну, во-первых, правильно кормить и профилактировать заболевания надо хоть у сементалов, хоть у галштин, да? Обращать внимание на обработку копыт, на копытные ванны и так далее Но вот, опять же, на сегодняшний день в структуре себестоимости затраты на ветеринарию занимают всего лишь 8% Это вот, мне кажется, ответ на вопрос, насколько капризны галштин Ну, опять же, все же дело в кормлении То есть, главное правильно накормить и тем самым профилактировать состояние здоровья и какие-то потенциальные болезни Это сегодня А прежде у вас был выше показатель этот 8%? Я думаю, да Ну, это дело не в породе, там дело было немножечко в другом Вот, поэтому, да Ясно Вот у вас, что касается оборудования, в корпусах у вас система, компьютерная система управления статом Однозначно, да, рекомп Вот о ней, вы можете рассказать, какие возможности открывает эта система? Ну, я думаю, лучше с любой системой, чем вообще без ничего Это невозможно просто управлять стадом Это большая помощь и зоотехникам То есть, мы можем формировать там любые отчеты по работе с животными Кому, кого, куда перемещать Какие перевески там, переводы из сухостоя первого в сухостой второй Запуски, ну, то есть, все полностью, вся работа с животными, она наглядная То же самое для ветеринаров Они распечатали свои списки, и они знают, кого им надо ректалить, кого им надо вакцинировать Кому там чего помазать и так далее То есть, это, в принципе, контроль за происходящим на ферме И, естественно, человеческий фактор в плане, ой, забыл, ой, пропустил, не помню, куда записал Он сводится к нулю То есть, отчеты все готовы Надо просто прийти, нажать нужную кнопку И распечатал, и все Сейчас я приедем, я вам даже покажу Мы почти ушли от работы с бумажными отчетами Мы купили такой сканер Вот, он с чипом То есть, врач ходит, такая у него, она как сабля Такая палка большая Вот, и специальный телефон с приложением То есть, он сканирует Ему все уже понятно, что делать с этим животным Он делает, можно это все там же и вносить То есть, и оно все попадает уже в компьютер В программу То есть, не надо делать двойную работу То есть, после того, как все все сделали И зоотехники, и копытчики, и ветврачи, и ассиминаторы Они должны уделить полчаса в конце рабочего дня Чтобы за чашечкой чая внести всю свою работу в компьютер Вот, с помощью вот этого сканера часть вот этой работы тоже отпала То есть, это можно все делать сразу на месте Очень удобно И не надо больше бегать со списками и ручками Достаточно смотреть в этот телефон, и там уже все есть По каждому животному? По каждому, по каждому То есть, это полностью синхронизируется Вот этот аппарат с программой управления стадом Соответственно, оно все везде одно и то же Вот, например, там орошение или раскрыть форточки Чтобы воздух пришел Форточки открыты постоянно Вы это выстательно делаете, или программы тоже какие-то? Нет, нет, ну этот человек должен пойти открыть форточки Вот, и орошение, там стоит блок управления Это восстанавливается, потом надо следить, чтобы это все работало Это тоже человек А вот скажите, вы как руководитель этого направления На что вы смотрите, вот когда подходите к другу роли? Что вас прежде всего интересует? Ну, во-первых, я смотрю, конечно же, отчеты по молоку Вот А потом я смотрю работу ассиминатора То есть, сколько было животных в охоте Сколько он выявил Сколько мы ассименили Сколько из них стало стельных Потом я смотрю, конечно, еще на работу ветврачей Вот, то есть, там есть даже отчеты Где просто можно посмотреть, кто что сделал За неделю, за день и так далее Какие вообще операции проводились Плюс для ветврачей и ассиминаторов Есть еще очень неплохие отчеты Где отдельно можно посмотреть Сколько было там, какой процент каждый месяц Там эндометрита от числа отелившихся Или кетоза, или задержания последа Или выбытия Ну, вот, как-то так В первую очередь, это, конечно же На что я обращаю внимание Это здоровье животных Так, если в общем и целом Потому что любое молоко зависит от состояния животных Да Вот мы затронули эту тему Выход телят Сколько телят вы получаете от сотника? Ну, по итогам 2019 года Мы получили на коровах У нас был выход порядка 80% Ну, это хорошие показатели Да Но заплеменяться пока не хотим Но вам еще и рано, наверное Ну, во-первых, да Как бы разные получаются породы Плюс Где желающий покупать нителей И мы пока еще, если честно И не готовы их продавать Пока у нас еще есть Эти пресловутые 30% Сементала в стаде Нам они самим нужны Наши нителя Ну, а потом Вполне возможно Посмотрим, что будет потом Да И какова будет потребность Да Какова, потому что Это же достаточно Там это же обязательное требование Продажа Насколько я знаю В данном случае А где желающие Да Система нового заудаления Скрипера Скриперы, да И Лагуны В лагуну Из лагуны Два раза в год Мы приглашаем фирмы И с помощью шлангов Мы все содержимое Лагун Вносим в поля Приглашаете специалистов Ну, есть фирмы Которые этим занимаются У которых есть оборудование А И они вывозят на ваши поля На наши поля, да Ну, просто нам смысл покупать Самим Свою технику вы не хотите Там дело не в нашей технике Мы даем свою технику Там нужны тяжелые трактора И так далее Мы это даем Ну, сами шланги Мешалки Насосная станция Ну, гораздо дешевле Дважды в год На неделю Пригласить Фирму Икс Да У которых это все есть И они круглый год Вот так по России Путешествуют Предлагая свои услуги Для чего Им это это понятно А нам это для чего И купить это же полдела Потом же еще должен быть Сервис всего этого Это же надо обслуживать Какой в этом смысл? А мешалки Там же мешалки Должны быть Постоянно В течение Полугода Нет Нет Они условно приезжают Два дня Лагуны у нас Там порядка Десяти тысяч кубов Одна еще побольше Третья Вот мы недавно построили В прошлом году Завершили строительство И им хватает Можно сказать Двух дней Чтобы полностью Она такая погружная То есть Есть два вида мешалок Это Которыми Вот как С трансбоя Вот так Это не очень хорошо Во-первых Это долго Во-вторых Существует мнение Не знаю Насколько оно Правдиво Я думаю Никто не замерял Что якобы Так идет Какая-то потеря Полезных веществ Этого навоза Не знаю Но Суть в том Что вот эти Погружные мешалки Они гораздо более Эффективны И у них Быстрее получается Если этой мешалкой Надо было Неделю мешать И постоянно ее перевозить С одного угла В другой Целое дело То вот Такого рода мешалки Справляются за два дня И они полностью Все эти три слоя Перемешивают И мы Через шланги Вносим это То есть Шланг Дальше идет Навесное оборудование На трактор И там Такие Шлангочки От каждого Ну как Не знаю как это назвать Как плуг какой-то Сзади И туда прикрепляются Вот эти шланги К зубьям И таким образом Это вносится все Сразу в поля А мы планируем Уносите вы Сами Или они вносят Нет Ну наш трактор За ним сидит Наш тракторист Да Вот Но конечно же Эти ребята Постоянно присутствуют Да Это все Они приезжают С оборудованием То есть Насосная станция Мешалка Шланги Это все их Ну вот Вы их нанимаете Оправдываются Эти затраты Однозначно Однозначно Это урожай Да Потому что Мы стараемся Вносить Это на Те поля Где будет Выращена Культура Необходимая Для кормозаготовки То есть Ну существует Какой-то Какой-то Некий Прифермский Оборот Ну смотрите Мы Мы Продаем Это РЗПС Вот Ростовский Завод Плавленых Сыров И Есть Компания Называется Агростарт А они Уже Дальше Это Либо Данон Либо Ставропольский Молзавод Вот Какое-то Время Мы работали С Тацинским Молзаводом Ну вот Основных Это Вот у нас Два Агростарт И Присыпался Это Уже Сыродивы Частники Очень любят Ваше молоко Да Потому что Относительно Высокий Белок Да Очень хорошо Выпадает Досадок Сырный А собственной Переработкой Не занимаетесь Нет Хватает Пока Ну вы Раньше Реализовали Молоко И В Ставрополь Возили Да Ой Не в Ставрополь В Ростов Да Это что-то Я не застала Эти времена Вот Ну слышала Да Что было Там Была какая-то Реализация На рынках И так далее Но Если честно Гораздо проще Это приехала Большая машина Загрузил Туда молоко Хорошего качества И все Ну а А почему С разными Вы В два адреса А зачем же Все яйца В одну корзину Это фирма Которая Отвозит Ваше молоко И на Кубань И на Ставрополь Она же является Посредником А что с ценой На молоко У них Всегда Она лучше Да Надо же Мне наоборот Казалось Что перекупщик Это лишний элемент Оказывается Е А скажите Вот Какая Выходит Себестоимость Молока За 2019 год 19 рублей 61 копейка Ага А продавать В 2019 По чем Удавалось Вы имеете в виду Реализацию Реализацию Да Я сейчас вам даже Цифру скажу От реализации молока За 2019 год 62 миллиона рублей 62 миллиона рублей Да Это прибыль Прибыль Не выручка Это прибыль А вот В 2018 году Она составила Я же подготовила Записала 39 миллионов рублей Ага Ага Да Но при том Что мы В 2019 Мы в 2019 году Вложили больше То есть мы И реконструкции Проводили И там Покупали И стойловое Оборудование Новое Ну много чего Но тем не менее Как бы Прибыль От реализации Была выше Ну это Воловка Все решает Воловка Так А все-таки Реализовывали По какой Цене Средняя цена По году Была 26-26,50 База Без НДС Ага По надоям За вот Период 9 месяцев Что прошли По отношению К такому же Периоду То есть Прошлого года С опережением Процентов Так на 15 Ну еще Все равно Цеплят По осени Считаю Да Поэтому Думаю Что будет Лучше Чем в прошлом Году Но не думаю Что Прям Пока что Очень значительно Однозначно К 11 Конечно Да К 11 Тонам Знаете С 6 На 8 Легко А вот После 10 Это уже Все посложнее Ну А У вас Есть Планка Такая Что Вот Это Оптимально Вот На 11 Надо Остановиться Потому что Дальше Это Придется Раньше Выбраковывать Коров И Избавляться От них Они Быстрее Будут Изнашиваться Или Или Вот Как Что Вы Об этом Думаете Я думаю Что Надо Будет Уже Смотреть По Факту Да Потому что Ну Пока что У меня Такой Планки Нет Потому что Очень Многое Зависит От Генетики И Ну Это Мало Имеет Отношение К Изнашиваемости То есть Есть Животные Которым Ну Генетически Дано Вот Она Отелилась Там У нее Там Пятый Седьмой День После Отела А Я смотрю Она Дает Уже 30 Литров И Это Мы Всех Содержим Кормим Одинаково То есть Это Уже Генетический Потенциал Который Там Заложен Поэтому Мы Мы Так Много Времени Уделяем Именно Вот Семени То есть Это Самое Лучшее Топ Топ Десять Которые Есть Мы Должны Этим Семенем Работать Это Важная Составляющая Вот Этих Одиннадцати На голову Я думаю Которые Хотелось То есть И Одиннадцать И Может быть И Больше Будете Надо Смотреть На Все В Совокупности Сколько Будет Стоит Накормить Чтобы Столько Доить Какое Будет Состояние Животных Здоровье И так Далее Ну То есть Я Сейчас Так Не Могу Сказать Вот Мы Хотим До сих И Доится Я Сравнил Дескать Вот То Там Через Два Три Года Выбраковывал А теперь У меня Пять Лет Они Нормально Доятся Я Не Хочу Двигаться Выше Буду Вот На Этой Цифре Для Вас Мы Такого Пока Не Замечаем Но С Другой Стороны Что Это Уже Ну Действительно Это Не Так Просто Вот Эти Одиннадцать Двенадцать На Голову Это Еще Больше Надо Уделять Внимание Кормозаготовке Это Столько Всяких Нюансов Уже Добавляется Которые Они Вроде Мелочи Но Они Важные Мелочи Поэтому Ясно То есть Потенциал Позволяет Порода Может Давать Больше Да Хорошо Вот У вас Нагрузка На Доярку Какова Сколько Коров Она Обслуживает Давайте Так У нас В смене Два Человека Одна Дойка Это Ну Пускай Будет В среднем 585 590 Голов Вот Их Два Человека Ну Естественно Их Не всего Два Дояров То 7 Но Это Три Смены Один Подменный А Смена Три Дойки В день Вот И вот Одна Смена Утренняя Дойка Вторая Смена Это Обедешняя Дойка Третья Смена Это Ночная Вечерняя Тире Ночная Три Раза Дойки Это Три Разных Смены Да Это Шесть Человек Да Интересно А Почему А что У них Особенного Ну Как Человеческий Фактор Исключен Он Все Выполняет Акратно Не Проспит Слышала Другие Отзывы Что Ну Во-первых Там же Я так понимаю Немножечко Другое Кормление То есть Там Дается Концентратная Часть Во время Там Этой Дойки Плюс Наверное Один из Самых Важных Факторов Стадо Должно Быть Плюс Минус Ровное Идеальное По Вымене Ну Кто Этим По Настоящему Может Похвастаться Вот Поэтому Ну Пока Что Мы Даже Это Не Рассматриваем Вот Дополнительные Корпуса Вот Карусель Вот Это Да Вот А Роботизированная Дойка Ну Нет Да Ну Там И Видите Там Робот Он Ограниченное Количество На Насколько Пока Пока Не Стоит Охлажденное Нет 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 Ну Это Норма Как Можно Неохлажденное Это Мы Обязаны Иначе Оно Просто Пропадет Оно Попадает В молочный Танк Через Молокопроводы И там Мы его Охлаждаем До Плюс Четырех То есть Молочный Работа С молодняком Вы Уже Затронули Эту Тему Вот Бычков Вы Начнем С бычков Вы Их Вот Десять дней Вы Их Вы Ну Десять Двадцать Выпаиваем Мы Дольше Выпайка Длится У нас Сорок Девять Дней Бычков Всех Ну Если Бычки Еще Не Продались До Этого Момента Ну Как Правило Ну Естественно То есть Все Как У Всех Да Но С Десяти Дневного Возраста Вы Уже Начинаете Их Реализация Если Кто То Приедет И Скажет Ой Я буду только рада Чем Раньше Тем Лучше Ну В среднем Как бы Совсем Малышню Не хотят Забирать Поэтому Просят Ну Хотя Б Чтобы Ему Было Дней Десять Это Как Б Просьба Покупателей Скорее А не Мое Тут Какое Правило А Сколько Он Выпивает Молока Семь С половиной Сутки Семь С половиной Да Ну Порядочно Ну И Вам Естественно Невыгодно Да Чтобы Не Молоко Это Вообще Как Б Не Проблема Потом Вот С этим Откормом Зачем Его Держать До Тринадцати До Четырнадцати Месяцев Вот Это Уже Невыгодно Вот Тут Как Б Почему Мы В любом Случай Спешим Продать До Трех Месяцев Потому Что Потом Мне Надо Их Уже Трех Месячных Телочек Переводить В Другой Корпус Вот Там Уже Ну Куда Их А Так Как Б Полностью Все Место Используется Для Телочек И Вот С Этой Точки Зрения Ну И Мы Знаем Прекрасно Что Дальше Мы И дальше Мы На них Не Заработаем Ну В смыслах Кормить В состоянии Желает Купить Ну Вот Я Заметил Что Те Кто Занимается Откормом Они Предпочитают Брать Шестимесячных Конечно Потому что Самое Сложное Уже Позади Да 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 А Вот Это Что За Люди Которые У вас В таком Возрасте Берут Мелкие Фермеры Да Это Мелкие Фермеры Они Как-то Там Дальше Доращивают Вот И Соответственно Они Просто Знают Что Более Старшего Возраста Их У нас Тут Все Равно Не Будет И Они Будут Дороже Поэтому Мы Как-то Находим Золотую Середину Почему Это Им Интересно Понятия Никогда Не Спрашивала Возможно Они Их Сеном Кормят И У них Пасутся Где-то Там Просто Так У нас Другие Условия Содержания Поэтому Нам Это Особенно С Галштинами Это Точно Не Мясная Порода Нам Это Просто Невыгодно И Технологически Не Интересно Заменитель Молока Используют Видимо Нет Мы Берем Своё Молоко На Выпойку Телят А Они Да Вероятно Думаю Да Иначе Как А Сколько Стоит Вот Бычок Десятый Ну Все Зависит От Сколько Он Весит У нас Стоит Сейчас Мы Продаем По 260 Рублей Килограмм Живым Весом Вот Ну Пускай Он Рождается 38 40 Килограмм Ну В районе Наверное 48 50 Плюс Минус Где-то Он Будет Весить Будет Весить Весить А Соответственно Там Ну Условно 45 Килограмм Умножаем На 260 Вот Столько Он Будет Стоит А Если Он Позже Кублен Соответственно Больше Вес Он Тоже Будет Все 260 Но Как Правило Да Потому Что Они Все Плюс Минус До Двух Месяцев Они Продаются Вот Ну И то До Двух Месяцев Это Единичные Случаи Какие-то Их Можно Даже В Расчет Не Брать В Среднем Вот Месяц Месяц Полтора Бычки Уходят И Там Ну Как Бы Не Интересно Нам Другие Цены Какие-то Делать И так Далее Все Пока По Одной Цене Да А Телочек Вы Выпаиваете До Какого Выпайка 49 Дней У них Потом Мы Потихонечку Снимаем С молока Но Помимо Молока У них Еще Получают Еще Корм Так Называемый Стартер Где Тоже Соя В Определенных Пропорциях Соя Зерно Кукурузы И Овес Вот Эту Вот Смесь Они Начинают Есть Достаточно Рано И Едят Ее Все Три Месяца И Потом Потихонечку Еще Когда Дело Доходит До Снятия С Выпайки Мы Потихоньку Добавляем Им Рацион Высокий Рацион Вот С Дойных Коров То есть Просто Чтобы Их Потом Рубец Подготовить И мы По чуть-чуть По чуть-чуть И они Там есть Определенные Нормы Сколько К концу Третьего Месяца Телочка Уже Должна Съедать Вот Этого Полносмешанного Рациона И мы Тогда Потихоньку Стартер Заменяем Уже Рационом Вы Сказали Соя А Вы Просто Сою Кормите Не Не Ну Это Гранулы Гранулы Мы Покупаем В Протект Фит Вот Это Соевые Гранулы Да И вот В течение Года Этот рацион У них Меняется Да Ну Да Есть рацион Сейчас Все их Посмотрим От 3 до 6 Месяцев От 6 до 12 Месяцев И так далее Ясно Ясно Ну Что Наверное Вот Круг вопросов Есть Я еще Хотела Спросить Вы Очень Много Приложили Усилий Чтобы Технологию Выращивания Телят Технологию Производства Молока Улучшить А Скажите Можете Назвать Какие-то Может быть Ошибки Которые У вас Были И вы Исправили Вот Может Какие-то Неочевидные Ошибки Вот Знаете Мне Как-то Наверное Очень Повезло У Меня Сразу Были Правильные Учителя И Если Честно Мы Очень Многое Мы Если Кому-то Пришлось Экспериментировать Додумывать Там Еще Как-то Нам Очень Сильно Повезло Что Мы Смогли Практически 99% Уже Проверенной Технологии Скопировать В Одном Очень Хорошем Хозяйстве В Краснодарском Крае Поэтому Нам Не Пришлось Очень Много Экспериментировать Чтобы Найти Там Какую-то Золотую Середину Вот Мы Смогли Просто Перенять Опыт Уже Успешный Поэтому Так Даже Сейчас Затрудняюсь Ответить Однозначно Они Какие-то Были Ну Вот Так Чтобы Прямо Я Услышала Что Телят В Наталья Смещение В Их Навыку Да Ну Как бы Это Была Технология Которая Была Испокон Веков С момента Существования И Потом Конечно Мы Думали Что Что Нам Сделать Как Нам Тут Эти Окна Сделать Больше Или Еще Чи Не Будь Но Они Настолько Уже Просто Морально Устарели Эти Корпуса Что Там Уже Что Не Делай Это Просто Бесполезная Трата Денег И Я Уже Как Был Слышала Об Этой Технологии И Просто Мы Потом Поехали Посмотрели И Спустя Там Буквально Какое-то Время Внедрили Ее У себя Вот Так Конечно Это Было Абсолютно Неправильно Содержать Там Где Где Они Были Кроме Проблем Со Здоровьем Это Ничего Не Давало Может Какие-то Еще Эффективные Шаги Переход Все-таки На Галштинскую Породу Это Самое Главное Да Просто Я не могу Сказать Тут Ошиблись По Одной Простой Причине Не Я Принимала Решение Завозить Сементалов На Этапе Строительства Поэтому Когда Мы Это Все Начали Уже Все Было Как Было И Потом Просто Принималось Решение Как Можно Это Улучшить Вот Как Можно Там Главные Шаги Это Переход На Галштины Это Сексированное Семя То есть Полностью Перестроен Весь График Работы По Воспроизводству Это Конечно Выращивание Молока Это Телячья Деревня Это В разы Оптимизированные Улучшенные Рационы Но Это Тут Не Заслуга Не Моя Эти Рационы Нам Считают А Мы Просто Их Исполняем Вот Реконструкция Вы Проводили Недавно Да Получается Ну Как Мы Все Время Что-то Дореконструируем Вот Сейчас Только Закончили Новую Нарезку Полов Во всех Везде По ферме Вот Что В чем Заключается Вот То есть Вы Постоянно Реконструируете Вот Нарезка Полов Мы Просто Что Она Означает В Коровниках Бетонные Полы Да Естественно Там Есть Какие-то Ну Продольные Насечки Такие Да Вот Их У нас Делали Я так Подозреваю В 2009 Ну Когда Эту Ферму Строили Вот Мы Стали Замечать Уже Не Первый Год Что Ну Есть Хромота Ну То есть Она Есть У Всех Вопрос В том Сколько Ее Есть Вот Оптимально Хотелось Быть Не Более 4 5 Процентов У Нас Сейчас 8 И Это Уже Как Мы Прям Хорошо Снизились То Есть Это Проблема У Нас Была Она Напрямую Связана И С Полом По Которому Животное Ходит То Это Же Все Время Ну Влажная Влажность Это Какие-то Скользко То Есть Она Если Корове Скользко Она У Ни Даже Постановка Копыта Неправильная Но У нее Быстро Стирается Я Прекрасно Как у Коров Проявляется Соответственно Если Им Скользко Они Просто Не Будут Этого Делать Осложняет Работу Ассиминатора Но Самое Главное Это Было Побороть Прийти Любыми Путями К Этим Четырем Процентам Понятно Что Копытные Ванны Два Три Раза В Неделю Это Все Понятно Но Полы Это Очень Важно Для Животного И Мы Решили Специальное Оборудование Вот И Мы Просто Сделали Новый То У нас Были Только Продольные Теперь Мы Сделали Еще По Диагонали Вот Это Мы Сделали Во Всех Дойных Корпусах В Галереи В Родилке И Вот Сейчас Они Сегодня Уже Приехали Начнут Работать В Других Корпусах Где Молодняк То Мы Решили Покрыть Эту Тему Я Надеюсь Еще Лет На 10 Для Молодняка Ну Да Там Просто Молодняк Который Совсем Там Малыши Там Нет Скриперов Они На Глубокой Подстилке Вот Там Это Не Столь Важно А Вот Два Корпуса Где Содержится Первый Сухостой И Телки Под Осеменение Там Это Важно Вот Поэтому Сейчас Они Нам Еще Два Корпуса Сделают И Я Думаю На Какое То Время Резину Французскую Вот То есть Чтобы Тоже Животным Было Не Скользко Было Комфортно Там В свое Время Заливалась Жидкая Резина Но Это Уже Сколько Лет Прошло Уже Естественно Все Это Стерлось И Стоит Устойчиво Ей Комфортно У нее Отдыхают Копыта Да А Еще Какие Реконструкции Были Полностью Поменяли Стойловое Оборудование Во всех Дойных Корпусах Ну Оно Со Временем Это Было Неоцинкованное Обычный Черный Металл Естественно Со Временем Он Просто Пришел В Негодность Ну Конечно Да Вот Это Не совсем Уже Комфортно Полностью Поменяли Стойловое Полностью Поменяли Резиновые Коврики Везде Хедлоки Купили Как едят На кормовом Столе Он Общий Для всех Или Каждая Коровья Отдельная Не Не Общий Ну Общий Для Секции Ну Это Же Секции Естественно Вот На секцию Мы же Знаем Сколько В каждой Секции Из Расчета Этого Плюс Коэффициент Поедаемости Мы раздаем То количество Кормов Которое Рассчитано На эту Секцию Но В группах Где работают Асеминаторы То есть У нас Один корпус Полностью С хедлоками То есть Мы можем Фиксировать Там Животных На кормовом Столе Это стало Гораздо Проще Асеминатору И для Выявления И для Ректальных Исследований И врачам Для вакцинации Ну В общем Полностью И точно Так же С корпусами Там Где Телки На осеменении И так далее То есть Уже не надо Там Пять человек Один держит Второй ловит Третий подает Четвертый Еще что-то Идет Один человек И все это делает И все К слову Об оптимизации